Ну что, друзья, вот мы в Стэнфорд шоппинг-центре, в таком местечке, вот видите, закрыто сверху от дождей, тут детишек фотографируют, мы пришли к такому месту, где фотографируется, вот там заяц, видите, такой добрый, видимо. Вот дети стоят в очереди, им хочется с заяцем. А у нас небольшая компания веселая, мы просто пошли погулять. А, ля багет, друзья, но это не с нашей диетой. Вот они, вот они, ля багетные дела. Захотится хороший торт, приходите прямо сюда, я вам очень советую. Вообще есть люди, но не сказать, чтобы очень много, так как-то вот так, воскресенье, который час нынче? Четыре без десяти. Без десяти четыре, ну и правильно, кто хотел погулять, уже, может быть, нагулялся, а мы так вот идем себе. Приятно проводим время. Приятно проводим время. Да, просто погулять. Тут вообще какие-то совершенно голые ходят дети. Почему они голые? И тепло. Да, ночи, да, сегодня теплый день, наверное, градусов сколько? 20 есть? 20 градусов сельсия, да. Да, 20 сельсия, нормально. Тепленько. Окей. О, смотрите, какие красивые платьицы с вышивками. Это прямо вышиванки, Света, украинские, нет? Лос-Анджелес пишут. Да, ну, совершенно, друзья, если нужна вышиванка, возьмите прямо на Украине, там дешевле будет. Так, микрософтовские значки, наверное, где-то магазин микрософт, а вот у меня за спиной, точно. Вот он, магазин микрософт. Тут и эпловский. Они тут все тут. Тут много студентов. Тоже в Стэнфорде много студентов. Они здесь тоже, может быть, как-то так двигаются. А пойдем туда, может быть. Сейчас пойдем в темноту. Друзья, там солнце не будет нам слепить нашу камеру. Вот. Слушай, как интересно, да, тут мебель поставили? Да, для людей. Для людей. И на этой мебели люди, значит, чего только они делают, кроме покупок. А, ну, здесь понятно, зачем. Тут вот туалет оказывается. Знаете? Тут туалет, ATM-машина, денежку разменивает. Это, друзья, иллюстрация к тому, что надо быть на диете. Вот тут мальчик с девочкой. Вот это прямо как я. Тут у нас Старбакс. Американ Герл. Это, видимо, для девочек все. Все для девочек. Где? Да. Пойдем к цветочкам. Пойдем. Сейчас мы пойдем снимать цветочки для вас. А там впереди еще цветочки. Так. Один недостаток этой камеры. Я не вижу, что конкретно там в объективе, на что нацелено. Ну вот, друзья, вы видите в 4К разрешение. Видите американские цветочки. И не где-нибудь, а в Стэнфордском университете. Точнее, в шоппинг-центре Стэнфордского университета. Да. Те из вас, кто думает об эмиграции, наверняка уже подписаны на наш канал. А те, кто любит цветочки, может быть, и нет. Так что вот подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь. Сейчас будет больше цветочков. Так, пошли еще за цветочками. Так, наши спутницы не потерялись? Нет, 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 они следуют за нами. Они следуют за нами. Магазин называется Брайтон. Это не надо путать с Брайтон Бич, друзья. Это не то же самое. Так. Вот они, вот они, еще цветочки. Но тут уже много зелени. Я уже смотрю, как человек на диете. Что из этой зелени могло бы... Так вот. На крапиву похоже, так листики. Правда? Если бы не знать, что цветы, подумал бы крапива. Да, но они не обжигают. Нет. Стельный гладенький. Да. Что-то я в Америке крапивы не видал. Есть. Есть, да? Да. У нас на двух ярдерах. А, ну это да. Так. Что еще показать? Ну, еще есть цветочки. Так, пожалуйста. Вот еще цветочки. Друзья, жаркий день, я вам говорил. Вот Светлана ходила в красивой курточке, а теперь ее... Теперь уже я ее сняла. Ну, как оно, Света, как оно? Жарко. Ну, было холодно раньше, чтобы жарко стало. Да, буквально еще вчера было прохладно. Не правильно. Правда? Да. Как тебе гулять по Стэнфорд-шоппинг-центру, Света? Ну, чего. Мне бы хотелось больше именно ходить, а не прогуливаться. Вот, пожалуйста, цветочки со всех сторон. Ну, а с другой стороны, сегодня 11 марта. Уже весна, вовсю. Почему бы не цветочки? Правда? Хорошо, тепло. Можно даже сказать, что это водопад. Ну, такой. Не очень значительный. Тут можно вот сидеть и пить сок, например. А вот еще уголок симпатичный. Здесь несколько линий идут вдоль и несколько линий поперек. А так вообще со всех сторон парковки. А там, где парковок нет, там просто красиво. Например, вот так. Да, друзья, магазин называется «Антропология». Хотя пахнет здесь каким-то мылом, косметикой. Довольно такое все, ну, со вкусом, так я бы сказал. Такое присутствует со вкус. Вот, вот, смотрите, какие баночки. А, ничего себе, подсвечничек, правда? Это, может быть, даже семисвечник? Так, если разобраться-то. А вот и, друзья, и блогер приветствует вас в зеркале. Да, немного, немного осталось от блогера после низкокалорийной диеты. Да, да, друзья, еще недавно вот всех с Новым Годом поздравляли. А теперь вот Анютины Глазки. И не только Анютины, и не только Глазки. Будете парковаться, друзья, в этом месте? Имейте в виду, что есть еще второй этаж. Вот отсюда хорошо видно, что этажей два. На самом деле, их три. Два в виде этажей, а третий в виде открытой площадки. И там всегда очень хорошо паркуется. Как вы, друзья, понимаете, мы здесь не для того, чтобы прикупить что-нибудь, а так просто погулять. Вот просто потопать, погулять. Побродивши по шоппинг-центру, мы так пошли гулять по территории. Территория у Стэнфордского университета большая. И тут есть где погулять. Единственное, что ты не хочешь, чтобы там машины вокруг или там какие-то парковки гигантские. Не по парковкам же нам гулять. Поэтому так вот мы в такое место пришли. Ну и дальше идем. Не то, что мы так пришли и сели. Правда? А так у вас будет впечатление об изнанке Стэнфордского университета. Вот она, неприкрытая, изнанка. Это не та одна фотография, которую вам покажут. Девчонки хорошие бегают. Тоже это добавляет к картине. Вот их тут много таких. Да. Много строительства здесь. Что-то строят и строят. Вот такие парковочки, да, знаете. Тут парковочка. А с разных сторон корпуса. Есть где запарковаться. Тем, кто имеет разрешение запарковаться. Вообще на кампусах парковаться сложно. Может в степи где-нибудь там попроще, я не знаю. У нас тут, сколько я университетам знаю, везде. Это вопрос серьезный. То есть не то, что вы останетесь там где-нибудь в автомобиле и не сможете выйти. И не то, чтобы там вам это будет стоить миллион. Но в общем-то непросто. Впереди, не знаю, насколько вам видно вот сейчас. Впереди у нас скульптуры Родена. Друзья, многие из вас любят похимичить. Я знаю, это для вас. Это здание для вас. Тут собираются те, кто любит химичить. Друзья, калифорнийские дубы. Не те, которые секвой там подальше. А вот то, что прямо перед нами. Это дубы. В Стэнфорде с дубами проблема. Здесь интеллектуальная элита учится. Приходится высаживать. Да, а вот известное на весь мир здание. Мы, правда, не с той стороны его обозреваем, с какой, может быть, вы привыкли видеть на фотографиях каких-нибудь. Но мы сейчас подойдем поближе туда тоже. Смотрите, как красиво. Видите, велосипедная парковка. Зелень всякая. Вот здание. Тут написано Джордан Холл. Давайте я, может быть, вам покажу. Пройдусь немножко вот сюда. Богато. Как санаторий ВЦСПС где-нибудь в Сочи в советские времена. Вот, пожалуйста, Джордан Холл. Там образованные мужи в виде скульптур. С взглядом, устремленным в будущее. Приезжайте, друзья. Встанете тут. Вот. Селфи сделаете. Там вон целая делегация селфи делает. Видите, по одному. Отходят и селфи на таком фоне. Вот. Всем можно. Денег не стоит. Будет что вспомнить. Еще лучше поступайте учиться сюда. Тоже будет что вспомнить. О, ну-ка, раз. Смотрите, как открылось. Вот. Там тоже такая скульптурная группа по центру. Может быть, мы здесь сейчас и пройдем. Давайте мы с ребятами побеседуем. Я пока вот тут немножко проследую. Вообще здесь хорошее место для съемки. Давайте я отойду немножко. Так вот. Мы туда сейчас пойдем, да? Вот. А здесь мы посмотрим. Вот такой центральный вход. Вот там впереди улицы. Видите, там пальмы. Там идет, 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 идет дорога. Вот это вот улица Палма. Туда. А потом она через Велкамино пройдет и будет называться Юниверсити Авеню. Вот это главный вход, можно сказать. Вот когда вы едете сюда, вот вы видите вот это. Вот оно. Вот оно. Сейчас в тенечек вот. Сюда в тенечек сейчас уйдем, чтобы вам было лучше видно. И хочу сказать, что немножко впереди вот там сейчас будет такой храм. Храм межкоинфессиональный. То есть он не католический, не православный, не протестантский. А вот не буддийский, не иудейский. А вот такой один на всех. И там есть расписание. По этому расписанию там ведут службы люди, ну, священнослужители разных конфессий. Это была идея, насколько я помню, еще создателя Стэнфордского университета. Так у него. Насколько прогрессивная была идея. Видите, там больше ста лет прошло. И вот он видел так. Вот там еще сколько-то роденовских копий. Но мы так мимоходом. Если кому-то интересно, друзья, на гугле вас еще не забанили. И вряд ли забанят. Поэтому можете посмотреть. Тут на нас солнышко наезжает. Мы тогда сейчас вот с этой стороны обойдем. Вы видите, тут пальмы красивые. Тут вообще очень красиво. И я могу даже так как бы так панорамно вам показать. Вот. А это все по кругу. Там корпуса учебные. Здесь люди занимаются. Здание стоит, да? Здание. Тут люди занимаются. А вот чуть пониже. Смотрите как. Так по лесенке спустился. А там лавочки, скамеечки. Посидеть, поболтать, отдохнуть, перекусить. Да, друзья, вот женщины говорят, что обнимать во мне уже нечего. Только голос остался, друзья. Только голос. отец. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok